Хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Вебинар, который посвящен техническому анализу по методу Price Action. Прошу всех, кто присутствует на вебинаре, подойти к вашему экрану, к вашим мониторам и поставить плюсик. И начнем буквально через несколько секунд. Вот. Вижу, что плюсики пошли. Отлично. Всех приветствую. Напомню, что сегодня у нас, как всегда, еженедельный вебинар, который проходит каждый понедельник к 19.30 по московскому времени. В зависимости от вашего региона вы можете отметить тот часовой поиск, по которому он начинается, для того, чтобы не пропустить следующие занятия. И с вами, как всегда, я, Роман Исаков на данном вебинаре. И его буду, что называется, и проводить. Для тех, кто присутствует впервые, представлюсь. Меня зовут Исаков Роман. Я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Работаю на такие регионы, как Россия, Украина, страны СНГ. То есть, фактически те страны, где говорят на русском языке. Работаю в компании уже порядка пяти лет. Но то, что наиболее важно, мой опыт в трейдинге составляет порядка семи лет. И именно в рамках данного вебинара я делюсь своими наработками по видению рынка, делюсь теми ключевыми моментами, которые мне для себя удалось найти за эти семь лет. И рассказываю свой подход, свое видение на текущую ситуацию. Ну и, безусловно, отвечаю на ваши вопросы, которые у вас появляются. Если вам что-то необходимо для того, чтобы полноценно познакомиться с рынком, потому что ответвлений в трейдинге, их существует довольно-таки большое количество. Очень часто называются разными словами, но ключевые особенности, они всегда одни и те же. Поэтому все, что вы хотели узнать о трейдинге в рамках данного вебинара, ну, по крайней мере, большую его часть, вы сможете для себя получить. Ну и, как всегда, перед началом предупреждения о рисках, всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана, в первую очередь, и с рисками. Риски нужно научиться контролировать, чтобы ваш итог, ваши результаты от трейдинга были, соответственно, максимально эффективными. Ну и, прежде чем совершать какие-то первые шаги, первые сделки, обязательно разберитесь с такими понятиями риска, которые появляются в ходе трейдинга. Итак, коллеги, прежде чем мы начнем, как всегда, хотелось бы задать вопрос тем участникам, кто присутствует впервые на данном вебинаре, поставьте, пожалуйста, цифру 1 и я несколько, буквально несколько слов расскажу то, о чем мы будем заниматься в течение этого часа и что мы делаем каждую, фактически каждую неделю. Итак, для вновь пришедших, для вновь пришедших мы, ключевая задача данного вебинара состоит в том, чтобы разобрать основные инструменты, валютные пары, индексы, сырье на предмет того, в какой стадии мы сейчас находимся, что сейчас происходит на рынке. Ключевой метод, который мы используем, это price action, то есть мы не используем здесь индикаторы, мы не используем здесь осцилляторы, только те сигналы и только те предпосылки, которые нам показывает сама непосредственно цена. На этом мы будем акцентировать внимание. Ну и, как я уже сказал, в рамках данного вебинара я получаю вопросы, которые приходят во время вебинара, которые приходят до вебинара и я на них отвечаю. Сегодня также был ряд вопросов, ну и мы вернемся к тем вопросам, которые задавались, к примеру, по конкретному инструменту на прошлой неделе и посмотрим, как по ним происходит ситуация. Безусловно, данный вебинар выходит раз в неделю, ситуация может поменяться уже буквально в течение после часа по завершению данного вебинара, то есть даже с точки зрения тех предпосылок, которые мы разбираем. И для того, чтобы вы всегда были в курсе актуальных уровней, актуальных точек, актуальных ситуаций на рынке, я для вас записываю ежедневный обзор по методу price action, который вы всегда можете найти на нашем YouTube канале. Вот сейчас я сразу же прикладываю ссылку на этот YouTube канал и если вы еще на него не подписаны, обязательно это сделайте для того, чтобы получать уведомления о добавлении новых видео. Но новое видео добавляется, как правило, до 10 часов по московскому времени на этот канал. То есть каждое утро, каждый рабочий день вы сможете там найти актуальный обзор на текущий день. Ну и если вы только начинаете знакомиться с финансовыми рынками, там на YouTube канале вы можете найти большое количество различных торговых стратегий, торговых подходов, обзоров инструментов и получить дополнительные дознания о трейдинге. Поэтому обязательно подписывайтесь и там вся актуальная информация будет представлена. Также напомню, что данный вебинар носит характер, мы акцентируем внимание непосредственно на техническом анализе. У меня есть коллега Фредерик Даниэль, который главный акцент в трейдинге ставит на фундаментальные данные. И я рекомендую рассматривать нашу серию вебинаров непосредственно вкупе тем, поэтому сейчас я также приложу ссылку на вебинар, который пройдет завтра в 20.30 и который будет посвящен аспекту непосредственно фундаментального анализа. Кстати, каждый понедельник вы также можете на нашем YouTube канале найти актуальный обзор предстоящих событий, которые делает Фредерик на текущую неделю. То есть, YouTube канал для вас может быть тем источником информации, той выдержкой, основной информацией о рынке, на которую важно обращать внимание. Для того, чтобы зарегистрироваться на следующий вебинар Фредерико по фундаментальному анализу или посетить вебинар, на котором в этот четверг он будет рассказывать по стратегиям работы с энергоносителями, то есть с нефтью, с газом, ссылка на наши вебинары сейчас будет дана ниже, вот вижу, что говорят, что звук фонит. Сейчас попробую сделать, может быть, чуть потише. Попробуйте отрегулировать громкость у себя, чтобы у нас посторонних звуков, собственно, не было. Если у вас двойной звук получается, то проверьте, возможно, у вас в браузере открыто несколько раз, и поэтому звук накладывается друг на друга, то есть такое тоже может быть. Ну и ваши вопросы в ходе вебинара пишите также в чат, пишите в чат, там отсутствует кнопка «Отправить», поэтому его просто нужно набрать там, где есть надпись, пишите здесь, нажать Enter, и я увижу ваш вопрос, ваш комментарий. Итак, сегодня были несколько вопросов, которые я получил. Ну, во-первых, тот вопрос, который мы разбирали по точке входа по паре австралийский доллар, швейцарский франк, и ряд технических вопросов по использованию отложенных родеров и использованию такого понятия, как память рынка, ну, скажем, тех исторических уровней, которые у нас формируются на графике цены. Вот я предлагаю начать именно с этих вопросов, а и дальше уже плавно мы перейдем к разбору текущей ситуации. Сейчас, коллеги, я запускаю метод Raider, мне от вас потребуется подтверждение, что вы его видите, что он запустился. Поставьте, пожалуйста, плюс, если сейчас вы видите график цены. Отлично, да, вижу, что демонстрация экрана запущена. Хорошо. Итак, коллеги, вот небольшой вопрос, прежде чем мы начнем касательно, к примеру, отложенных ордеров. Давайте проведем такой небольшой вопрос. Напишите, пожалуйста, в чат, кто использует отложенные ордера, кто не использует. Давайте сделаем это так. Если вы используете отложенные ордера в вашей постоянной торговле, то поставьте цифру 1, да, ну, либо плюсик. Да, вот, Марат уже написал минус. Давайте сделаем таким образом. Если вы не используете, то поставьте минус. Постарайтесь акцентировать внимание, то есть плюс-минус это не дает большое количество информации. Ага, да, плюс-минус зависит от ситуации. Безусловно, здесь нет какого-то постоянного, скажем, ну, с точки зрения моего мнения по поводу использования отложенных ордеров. Здесь все зависит от ситуации, потому что иногда ситуация далека от идеальной по входу в рынок и для того, чтобы получить ту цену, которая для нас будет интересна, в какой-то определенный момент нужно воспользоваться отложенными ордерами. Иногда нам нет необходимости это делать, мы можем войти непосредственно по рынку. И вот сейчас давайте этот аспект как раз и разберем. Давайте вернемся к паре австралийский доллар, американский доллар. То, что мы, собственно, рассматривали чуть позже, мы поговорим о той ситуации, которая происходит на рынке. Но сейчас давайте вернемся к тому, что сейчас есть актуального на рынке и в каком случае имеет смысл использовать отложенные ордера. Я напомню, что отложенных ордеров есть несколько типов. Когда мы переходим в новый ордер и выбираем отложенные ордера, мы с вами видим два типа отложенных ордеров. Это лимит на ордера и стопового ордера. Разница их в том заключается, что лимит на ордера, по такому простому определению, это ордера на отскок от уровня, а стопового ордера это ордера на пробой. То есть фактически, когда мы используем ордер buy stop или sell stop, мы предполагаем, что цена на каком-то импульсе пройдет какое-то резкое движение. Для примера, мы ожидаем, что цена, вот у нас есть такое скопление локальных максимум, к примеру, было по максимальным значениям. Сейчас их обозначу здесь. Мы, к примеру, еще не находимся в рынке. Один из способов присоединиться к этой позиции именно на импульсе. То есть, когда начинается активное движение, когда мы можем присоединиться к этому импульсу. То есть, мы предполагаем, что цена обновляет данный максимум и дальше импульс продолжается. В данном случае мы можем использовать ордер buy stop. То есть, фактически, такое пробитие, цена его насквозь пробивает и, собственно, идет дальше. Для такого способа применяются ордера на buy stop. Лимитные ордера, ордера на отскок от уровня. То есть, когда цена подошла к какому-то уровню, от него корректируется. И мы как раз хотим войти на данные коррекции. То есть, не по самым максимальным значениям, а когда цена несколько скорректируется. Вот как раз для этого применяются лимитные ордера. Один из примеров использования лимитного ордера. Вот разберем ситуацию, когда, вот, к примеру, та ситуация, по которой у нас была открыта та позиция, которую мы рассматриваем уже начиная с 12 июня. То есть, фактически, уже две недели по австралийскому доллару. Один из ключевых уровней, который нам позволил увидеть завершение коррекции, это было обновление максимума 12 июня. Я напомню, что один из принципов поиска определения тенденции на рынке в рамках краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной тенденции, это то, какая развивается динамика. В данном случае мы определяли завершение коррекции. Напомню, что по австралийскому доллару основная тенденция идет, начиная примерно с последних нескольких месяцев на укрепление. Соответственно, все позиции, которые уже в рамках более мелких таймфреймов появляются, интересны именно на покупку, то есть в сторону основного тренда, в сторону основного направления. И один из ключевых сигналов, которому мы уделяем внимание, в том числе на данном вебинаре, это то, как ведет себя цена по прошествии определенных торговых сессий. Я напомню, что валютный рынок, он торгуется 24 часа, есть четыре основные торговые сессии. Это Тихоокеанская, Австралия, Азиатская, Китай, Япония, Европейская и Американская. Так вот, в одном дне, в 24 часах, заложена полностью, большая часть настроений участников торгов. То есть, если мы видим, что азиатская сессия открывается, к примеру, в минусе, то постепенно сессия за сессией цена может увеличиваться. И в какой-то определенный момент мы получим то, что, к примеру, продавцы становятся сильнее покупателей. Или наоборот. Как это выглядит? Вернемся к данной ситуации, когда мы стали отмечать начало коррекции по паре австралийский доллар, американский доллар. 7 июня у нас был локальный максимум. И дальше мы видим, что цена не может обновить, уйти выше максимальных значений. То есть, уже в следующий день, 8 июня, цена не обновляет локальный максимум. У нас, давайте обозначу вертикальными линиями. Это фактически один день. Открытие здесь примерно совпадает с закрытием. То есть, происходит борьба. Кто же выйдет покупателем, кто же выйдет победителем в этой борьбе? Продавцы или покупатели? Смогут ли продавцы переломить покупателя для того, чтобы пара пошла дальше вниз? Или не смогут? То есть, вот находится такая точка равновесия. Напомню, что все происходит с помощью формирования спроса и предложения. То есть, так и формируется стоимость на какой-то определенный актив. Следующий день мы также видим, что цена уходит чуть ниже. То есть, мы закрываемся фактически ниже буквально на несколько пунктов, но тем не менее. Закрываемся ниже. Цены открытия. И, собственно, данная коррекция у нас продолжается. На следующий торговый день, давайте сразу же обозначим такие границы. То есть, максимум за этот день и минимум за этот день. Вот он здесь. То есть, цена уже пытается подойти к максимальным значениям. То есть, покупатели пытаются переломить. Вот в данном случае этот перелом как раз и нам покажет завершение коррекции. А завершение коррекции позволит нам присоединиться по данному активу в сторону как раз основного тренда. То есть, когда завершается коррекция, это наиболее благоприятная точка для входа, для присоединения. Соответственно, здесь мы попытались, но пока еще полноценного пробития, полноценного закрепления не было. То есть, я напомню, если вы отслеживаете такое понятие, как закрепление за уровнем, то в зависимости от того таймфрейма, который вы смотрите, это должна быть как минимум одна свеча, которая и открылась, и закрылась после прохождения данного уровня. В данном случае мы видим, что буквально обновили, было здесь порядка 5-6 свечей, которые своими тенями уходили за этот уровень, но полноценного пробития не было. Полноценное пробитие у нас произошло только на следующий день, 13 июня. И вот уже фактически здесь мы видим, что буквально в самом начале торгов, вот трехчасовая свеча, она уже закрывается выше того уровня, который был обозначен. То есть, фактически это и есть сигнал на присоединение. Так вот, возвращаясь к отложенным ордерам. Ну, как правило, я не знаю, как вы строите ваше торговое расписание, но для меня, наверное, первое время, когда я проверяю терминал, то есть, проверяю, что на рынке происходит, это примерно 8-9 часов утра. То есть, в 3 часа ночи, как открывается рынок, я его, безусловно, не смотрю. И здесь может получиться такая ситуация, когда вы открыли сделку, точнее, открыли рынок, вы видите, что цена уже, собственно, ушла выше этого уровня. То есть, ушла за этим уровнем. С точки зрения присоединения к позиции, очень часто работает такой подход. Вот здесь схематично изображу. К примеру, у нас было какое-то ценовое движение. Был уровень. И цена его пробила. Очень часто цена к тому уровню, который пробивает, вернется в какой-то определенный промежуток времени. И если мы открываем терминал и понимаем, что войти здесь, то есть, по самому максимальному значению, для нас неинтересно, с точки зрения соотношения риск-прибыль, то мы как раз в данном случае можем использовать отложенные ордера на отскок. То есть, предполагая то, что цена скорректируется к данному уровню, мы поставим отложенный ордер buy limit, и нас возьмет по той цене, которая нам интересна. То есть, мы не входим по максимальным значениям, мы дожидаемся той ситуации, которая для нас будет приемлема, и входим по ней. Безусловно, существует риск того, что цена туда не опустится, не вернется. Это, безусловно, понимать важно. Но тут по конкретной сделке важно смотреть, какое соотношение риск-прибыль. То есть, если вы входите в позицию, и ближайшая цель по движению, к примеру, там 100 пунктов, а если вы войдете сейчас по рынку, то уровень, куда вы поставите стоп-лосс, также будет 100 пунктов. То есть, это фактически соотношение 1 к 1. И такая сделка не является действительно интересной. Но, если вы поставите отложенный ордер, к примеру, этот уровень будет на половине движения, то там порядка 50 пунктов, то тогда уже соотношение риск-прибыль увеличивается. И вы будете рисковать 50 пунктами, а заработать в этой сделке можете 150. Это уже соотношение 1 к 3. И, опять же, это важно использовать непосредственно в этом подходе. Поэтому, возвращаясь к позиции по паре австралийский доллар-американский доллар, если мы видим, что цена уже находится выше, а для нас эта сделка является интересным, мы ее отслеживаем, то мы могли поставить на уровень пробоя, то есть на ту цену, которая была, отложенный ордер по данной красной горизонтальной линии, вот сейчас я показываю курсором, поставить отложенный ордер by limit. Стоп-лосс по этой позиции за предыдущий минимум, то есть той цены, с которой у нас началось это движение. То есть за минимум 9 июня, то есть за значение 75.15. И тогда, в том случае, если цена скорректируется к этому уровню, то мы уже получим вход по более интересной на сцене. Безусловно, здесь по австралийцу разница была не столь большой, то есть там буквально порядка 20 пунктов, но тем не менее, по парам, там евро-доллар, британский фунт, американский доллар, данные соотношения могут быть гораздо выше. Поэтому этот принцип, он... Безусловно, интересен для включения в свою повседневную работу. Вот один из принципов использования этих уровней, использования этих ордеров, это возврат к уровню. То есть мы пробили уровень, то есть мы входим не по самому максимальному значению, то есть не на ордеры by stop, потому что мы не знаем еще, сможет ли закрепиться цена. Вот в чем отличие. К примеру, если бы мы... Давайте я чуть поближе сделаю. Если бы мы вот в этот момент ставили отложенный ордер by stop, но не получили подтверждение еще на пробой в данной точке, то для нас еще сам импульс не подтвердился. А когда уже цена закрепилась, то есть мы получили свечу, которая закрылась за уровнем, это для нас будет являться подтверждающим сигнал того, то есть вероятность движения в нашу сторону уже будет более вероятной. И в этом случае ордера лимитные будут, на мой взгляд, наиболее эффективны. Поэтому использование отложенных ордеров, лимитные ордера, на мой взгляд, являются наиболее эффективными, потому что позволяют присоединиться уже после какого-то определенного импульса и по той цене, которая нам интересна. То есть момент коррекции обратно к уровню, возврата к этому уровню. И второй вопрос, который был, он относится к такое понятие память рынка. Вопрос был задан непосредственно, как использовать, ну и стоит ли использовать такой принцип, как память рынка. Здесь, на мой взгляд, есть более удачное определение, вот этому понятию, это исторические уровни. И сейчас давайте мы посмотрим, как это можно применять на практике. То есть опять же, возвращаясь к той ситуации, которую мы рассматривали по австралийскому доллару, сейчас я включил дневной таймфрейм. Мы с вами видим область локальных максимумов, сейчас я ее обозначу, где цена была за последнее, ну начнем с марта 2016 года. То есть фактически более года цена не может пройти. И в момент подхода к этому уровню мы можем либо вновь увидеть коррекцию от этого уровня, и тогда уже следующую попытку, следующий заход, либо цена этот уровень может пройти. Но здесь важно использовать такое соотношение, когда вы ставите цель по прибыли. Мы уже с вами разобрались в данной ситуации, куда имеет смысл поставить ордер стоп-лосс, с точки зрения соотношения продавцов-покупателей. И теперь важно выбрать ту область, то есть те исторические уровни, или те уровни, которые помнит рынок, возвращаясь к этому подходу, где наиболее вероятно срабатывание нашего ордера это их профит. Потому что уйдет цена за 78, за 79, мы еще пока не знаем. Но в рамках текущей тенденции вероятность подхода вот в эту область она будет наиболее вероятна. То есть, если уж не уйдем выше, то по крайней мере в область 7706 мы подойдем. Поэтому в данном случае установить, к примеру, ордер Take Profit имеет смысл в этом ценовом диапазоне. И вот обращу ваше внимание, что ордер стоп-лосс, он ставится за уровнем, а ордер Take Profit, он ставится внутри уровня. То есть, здесь важно учитывать, особенно если вы ставите Take Profit по дневному таймфрейму, то есть цель такая среднесрочная, долгосрочная, то важно учитывать ценовое скопление, которое ранее, где раньше цена была. То есть, вот если вы ставите таким образом, и попадает цена только, вот, к примеру, максимум, который был в апреле, 21 апреля 2016 года, то вероятность срабатывания вашего Take Profit до следующего захода на коррекцию, она будет меньше, чем если вы поставите в ту область, куда цена подходила гораздо больше раз. То есть, вот мы видим, что здесь была цена, здесь, 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 здесь. И, собственно, вероятность срабатывания Take Profit будет, безусловно, выше. Поэтому данные уровни, безусловно, важно учитывать в вашей торговле. Фактически, когда мы ставим ордер стоп-лосс, если мы его устанавливаем в рамках часового таймфрейма, то это фактически та же самая память рынка, тот же самый исторический уровень, ниже которого цена в определенный момент времени не ушла. И, собственно, принцип, он достаточно похож, просто название несколько изменено. Вот в таком ключе. Если требуются какие-то дополнения сейчас, если у вас появились дополнительные вопросы, то сейчас можете их написать. И я еще вернусь уже, наверное, ближе к концу нашего вебинара, на них больше акцентирую внимание. И, собственно, следующий вопрос. Давайте сразу же разберем с точки зрения того инструмента, который у нас был на повестке дня в прошлый понедельник. Это пара. Австралийский доллар, швейцарский франк. Я напомню один из принципов, который мы отслеживаем. То есть, фактически, нам важно понять, неважно, какую торговую систему вы используете, неважно, какой подход. Нам важно понять, в какой фазе, в какой стадии рынка мы находимся, для того, чтобы оценить ситуацию и присоединиться по максимально интересной для нас цене. То есть, к примеру, если вы видите вот такую формацию на дневном таймфрейме, всегда важно соотносить ситуацию по... исходя из нескольких таймфреймов. То есть, брать, к примеру, 2-3. То есть, если вы смотрите день как основополагающий, то есть, где вы отслеживаете основную тенденцию, то точка входа, как правило, находится на часовом таймфрейме. Если вы отслеживаете часовой как основной, безусловно, важно уделять внимание более крупный таймфрейм, но в этом случае решение по ходу принимается, к примеру, на 5-минутный таймфрейм или на 15-минутный таймфрейм. Здесь работает уже соотношение различных уровней, различных таймфреймов. И по данной ситуации. Если у нас данная ситуация появляется на дневном таймфрейме, то, безусловно, войти по самым максимальным ценам не всегда является интересным для нас. Будет интересно войти в рынок в тот момент, когда ситуация начинает уже двигаться в сторону нашего основного тренда, который мы отметили ранее. То есть, если мы определили, что тенденция восходящая. То есть, наиболее интересно будет найти ту точку, в которой как раз цена начинает выравниваться в сторону основного тренда, в сторону основного таймфрейма. И, возвращаясь к паре австралийский доллар-швейцарский франк, на текущий момент, пока пара торгуется ниже отметки 74.55 максимум, который был в середине мая, зафиксирован последний вот такой уровень, то тенденция остается на снижение. Соответственно, на прошлом вебинаре мы отслеживали ситуацию, когда цена начинает двигаться уже по нисходящему направлению по данной паре. И как мы это сделали? Мы сделали это следующим образом. То есть, цена, начиная с первых дней июня, ушла в коррекцию. То есть, в рамках более крупного таймфрейма вот это восходящее движение на 250 пунктов, это все еще была коррекция. То есть, чтобы это движение переросло в коррекцию, цене нужно уйти выше того уровня, который мы обозначили на более крупном таймфрейме. Соответственно, с точки зрения продавцов, и покупатель, вот этот баланс. Мы провели такую достаточно простую разметку, которую вы всегда можете делать самостоятельно у себя в терминале. Это обозначить то, на каких уровнях были закрыты торговые сессии. Вот у нас один день, и вертикальные линии разграничат одни сутки. То есть, мы видим, что минимальные значения постепенно повышаются. То есть, покупатели день за днем одерживают верх над продавцами. То есть, тенденция идет на укрепление. Но в один момент, то есть, начиная уже с 19 июня, как раз у нас был вебинар на прошлой неделе, мы с вами видим то, что, во-первых, цена не обновляет локальный максимум, не может уйти выше. Это один из признаков. И следующим сигналом мы видим то, что тенденция закрывается уже, то есть, одна свеча закрылась ниже данного уровня. То есть, фактически это следующий сигнал на то, что тенденция может поменяться. Хоть мы и видели на следующий день коррекцию в данную область, но цена не смогла уйти выше данного уровня. И именно там был поставлен стоп-лосс. То есть, это не какой-то гарантированный результат, который может быть. То есть, безусловно, всегда должен быть план B. В данном случае ордер стоп-лосс стоит по той цене, при прохождении которой нам уже не будет смысла держать позицию на продажу. То есть, если цена уйдет выше, то вероятность продолжения смены тенденции на восходящую будет более вероятна. Но пока мы остаемся в применении того, что основная тенденция идет на снижение. Собственно, вот уже после данного сигнала мы получили возможность открывать сделки на продажу. С ближайшей целью, опять же, которая была обозначена в рамках диапазона, движение в область 7176. Соотношение риск-прибыль стоп-лосс на расстоянии 30 округлим 40 пунктов, а потенциальная прибыль 230 пунктов. То есть, практически чуть больше, чем 1 к 5. соотношение в данной сделке. И напомню, что данная цель является среднесрочной. То есть, цена сейчас может прийти туда не так, как она двигалась наверх. То есть, тут мы видели довольно-таки хороший пример того, как на протяжении двух недель тенденция может сохраняться. То есть, да, все минимумы, все минимумы были выше предыдущего. То есть, цена ниже них не уходила. Но это бывает не всегда так. И вот сейчас как раз очень хороший пример к этому вернуться. Что мы видим сейчас по данной ситуации? По данной ситуации мы видели то, что тенденция в рамках последних недель двигалась на снижение. То есть, фактически каждый последующий максимум дошел ниже предыдущего. Здесь у нас уже максимум пятницы. А сегодня с утра мы видим пробитие закрепления выше этого уровня. Что это означает? Это означает то, что в рамках часового таймфрейма по последней ситуации у нас началась коррекция. Это не значит, что та основная цель, которая у нас была, она сейчас отменена. Все остается в рамках до тех пор, пока пара торгуется в рамках последней ситуации выше, ну, фактически тех уровней, тех максимальных значений, которые мы отмечали ранее. То есть, для этой ситуации ничего не поменялось. Для ситуации на, к примеру, в рамках дневной торговли, здесь произошли определенные изменения. И сейчас цена еще корректируется. То есть, как это можно использовать? Во-первых, безусловно, есть такой очень консервативный способ, когда вы ордер стоп-лосс, либо закрываете сделку по рынку, когда цена обновляет локальный максимум. То есть, сегодня фактически можно было закрыть эту сделку, получив прибыль порядка 47 пунктов, и изначально риск был 40 пунктов. Ну, примерно 1% прибыли против 1% риска. Но, напомню, что данная цель изначально, да, она открывалась как больше среднесрочная. Поэтому и тенденции важно учитывать при соотношении различных таймфреймов. То есть, на текущий момент переместить данный ордер стоп-лосс, если вы эту же цель оставляете по тем значениям, которые были, будет иметь смысл только, когда завершится данное коррекционное движение. То есть, фактически нам нужно увидеть такую ситуацию, при которой цена сегодня или, к примеру, завтра дает нам следующий импульс на продолжение и уходит ниже локальных минимумов. То есть, в таком же ключе. В этом случае мы сможем наш ордер стоп-лосс уже перенести ближе. И в этом случае наша цель, она сохранится. Безусловно, можно работать различными, что называется, небольшими перебежками. То есть, цена прошла, был импульс, закрыли, к примеру, здесь, там зафиксировать какую-то часть прибыли. Когда цена уходит дальше вниз, мы получаем вновь уровень пробития, который цене необходимо преодолеть. И вновь можем войти на коррекции, опять же, использовать тот же ордер sell limit и присоединиться вновь к данному движению, когда уже завершается эта коррекция. То есть, вот такими кусочками выхватывать от рынка какую-то определенную часть. То есть, это одна торговая тактика. Мы сейчас находимся в другой торговой тактике. То есть, открыл и держи до среднесрочных уровней, которые формируются. И на текущий момент по данной паре, собственно, как я уже сказал, подтверждающим импульсом будет то, что цена должна обновить локальный минимум в области 73.20. То есть, минимум, который был зафиксирован в пятницу и в четверг. То есть, это нам даст следующий импульс на продолжение уже нисходящего движения. В рамках данного среднесрочного уровня, то есть, он все еще остается в рамках той, тех максимальных значений, которые были отмечены ранее. Это среднесрочный уровень, это краткосрочный уровень. И вот пока тенденция остается выше данного значения, фактически, с точки зрения нашей цели, ничего не меняется. То есть, среднесрочная цель, она остается прежней. Уже в рамках краткосрочной, безусловно, могут происходить определенные коррекции. Вот как раз для этого мы делаем, я провожу ежедневные обзоры, то есть, как я уже сказал, на нашем YouTube-канале. Ссылка есть чуть выше в чате, на который вы можете подписаться и уже получать ежедневные обзоры, ежедневные обновления по текущей рыночной ситуации. Поэтому сейчас, как я уже сказал, тенденция не поменялась. То направление, которое мы выбрали, оно остается в рамках этого движения. Уже дойдет туда цена или не дойдет, мы будем смотреть дальше. Но пока тенденция сохраняется именно на снижении. И следующий импульс – это завершение данного коррекционного движения. Коллеги, давайте сделаем так. Если есть вопросы по данной паре, по данной конкретной ситуации, которую мы разбираемся больше с прошлой недели, какие-то дополнения, точнее, если нет вопросов, если все понятно, то поставьте плюсик, и мы перейдем уже непосредственно к обзору основных инструментов. Если есть какие-то вопросы, то их сейчас можете написать в чат. Мы уделили достаточно много времени данной ситуации, но я думаю, что это позволяет как раз проверить и оценить методы подхода Price Action. Спасибо участнику, кто прислал этот вопрос на прошлой неделе. Хорошо, если какие-то вопросы появятся, то в конце вебинара мы обязательно к этому вернемся. Хорошо, отлично. Сейчас перейдем непосредственно к основным валютным парам и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Что у нас происходит по этой паре и происходит по этому инструменту. Напомню, что как раз вот такой же среднесрочный уровень, как только что мы смотрели по паре евро-доллар-швейцарский франк, находится в области минимальных значений, которые были 30 мая. Значения в области 1.11. Ближайшая цель по движению, как раз следующий импульс, находится в области 1.13. И сейчас основное направление, которое пока еще остается в приоритете, это продолжение восходящего движения. Этот сценарий будет актуальным до тех пор, пока пара торгуется выше 1.11. Если уйдем ниже, то смена сценария произойдет уже на нисходящий. Тогда можем увидеть пару в области 1.08. Но пока в рамках этого движения мы находимся, основное движение остается восходящее. И уже в рамках более мелких таймфреймов, часового таймфрейма, к примеру, мы с вами можем отметить то, что завершение данной коррекции, которая была от уровня 1.13, которую мы видели на прошлой неделе, произошла фактически 21 июня, когда цена обновила максимум 20 июня. Мы видели свечи закреплений и пока еще локальный минимум обновлен не было. Сейчас цена идет такими же ступенями в рамках часового таймфрейма, который мы сейчас отмечаем. Сейчас сделаю такую небольшую разметку для вас. И, собственно, вот этот импульс он сохраняет. То есть сегодня с утра уже, точнее не с утра, а второй половине дня, как раз когда открылась американская сессия, мы обновили максимум 19 числа. То есть пока импульс на подтверждение он остается в приоритете. Данный сценарий будет действовать до тех пор, пока пара торгуется выше, на текущий момент выше минимума 22 июня. Это значение 1.11.39. То есть в рамках текущей тенденции это порядка 50 пунктов от текущей точки, от текущей ситуации. Вот как раз в качестве присоединения, опять же, как можно было использовать импульс на присоединение. Вот у нас был максимум 22 числа. Потом 23 мы увидели вот этот импульс. И, собственно, сегодня вновь к этому уровню скорректировать. То есть опять же, мы могли использовать ордер buy limit, войти со ступлосом порядка 43 пунктов и с ближайшей целью порядка 120 пунктов. То есть опять же, вот соотношение 1 к 3. То есть вот в этом нам и помогают отложенные ордера. И на текущем момент тенденции она сохраняется. Уже переместить данную область для постановки ступлоса мы сможем только тогда, когда будет закрыт торговый день. Потому что если еще сутки не закрыты, в оставшиеся несколько часов еще многое может поменяться. Поэтому для того, чтобы мы смогли переместить точку нашего ступлоса по данной ситуации за минимум, к примеру, сегодняшнего дня, то нужно дождаться, пока закроется этот день. Потому что цена может идти еще ниже. И, собственно, пока еще это будет преждевременно. То есть вероятность изменения. Тенденция будет на более старший таймфрейм будет гораздо меньше. Но получить ступлос, который не был, не имеет какого-то большого смысла, вероятность она, безусловно, вырастает. Поэтому, если вы находитесь, к примеру, в открытых позициях на покупку по паре евро-доллар, то перемещать ступлос за минимум сегодняшнего дня нужно после того, как будет достигнут, когда будет закрыт день. Если, в свою очередь, цена сможет уйти ниже и закрепиться ниже этого значения, то тогда ступлос все так же остается на 1.11.39. Все так же на этом уровне. Тогда уже следующий импульс сможет нам дать возможность переместить ступлос ступлос по ходу нашего движения. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете и ближайший разворотный уровень по данной паре на ближайшие несколько дней находится в области 1.11.37, минимум, который был 22 июня. Пара британский фунт, американский доллар. Здесь обращу ваше внимание, что на прошлой неделе мы торговались в таком диапазоне, особенно после первых данных референдума в Великобритании ушли до минимальных значений в области 1.26. И потом британский фунт такой небольшой диапазон нам сформировал. На прошлой неделе, 20 числа в понедельник, был уход ниже данных значений. Сейчас мы фактически видим возврат в данный диапазон и тенденцию краткосрочного укрепления. Ближайшая цель как раз в рамках данного ценового диапазона находится в области 1.28, то есть максимум, которые были 14 июня, 19 июня и те значения, которые были на открытии рынка 6 июня. Тенденцию на укрепление мы стали отслеживать на прошлой неделе, когда цена, первая попытка ухода выше максимальных значений, 22 июня закрепились и тенденция уже перешла в руки покупателей в рамках данного направления. Поэтому сейчас тенденция сохраняется краткосрочной на укрепление британского фунта. И ближайшая цель уже непосредственно уходит выше 1.28,10. Если говорить о среднесрочных целях, то здесь как раз нужен перелом этого значения, закрепиться выше этой отметки. Тогда мы можем сказать, что тенденция и в рамках среднесрочного таймфрейма поменялась, потому что сейчас среднесрочно мы все-таки снижаемся. Сейчас тенденция остается на снижение по паре британских фунтов, американских доллара, если мы рассматриваем более крупный таймфрейм. Здесь важно, чтобы вся картинка сложилась, таймфреймы выстроились один за другим, и тогда это будет наиболее интересно для присоединения. Я напомню, что не всегда есть ситуации, когда действительно в рынок интересно войти. То есть трейдеры – это не тот человек, который вам, какой бы инструмент ни был открыт, скажет, куда сейчас пойдет цена. На мой взгляд, это не столь важно. Главное, чтобы выполнялись те условия, которые прописаны в нашей торговой системе и которые для нас важны для принятия решения. Пойдет она вверх, пойдет она вниз – это большого значения не имеет. Но бывают такие ситуации, когда действительно нужно взять паузу, нужно выбрать ту точку входа, которая будет наиболее оптимальна, и только после этого входить в рынок, оценить все риски по вашим позициям. Соответственно, на текущий момент отслеживаем, как цена будет себя вести в рамках последних ближайших нескольких дней. То есть если мы будем видеть постепенное обновление локальных максимумов, но это пока и остается в приоритете, то вероятность дойти до 1,28 остается в силе. Уже от этого уровня мы можем пойти вновь на снижение, уже в область 1,25. И завершение данных движений внутри дня даст нам эту предпосылку, как это будет происходить. Давайте буквально схематично по данной паре отметим, какую ситуацию мы можем ожидать в ближайшие несколько дней, если тенденция нисходящая сохранится, к примеру. Допустим, завтра цена уходит вновь вверх, доходит до примерно локальных максимумов, которые были, и останавливается. То есть останавливается по ценовым уровням. Дальше у нас торгуется следующий день. Как правило, здесь как раз идет борьба продавцов и покупателей. И, так скажем, кто победит, уже будет определено либо в этот день, но, как правило, это происходит на день следующий. То есть это переломный момент. То есть цена начинает торговаться в каком-то узком диапазоне. А вот уже на следующий день цена уходит ниже тех минимумов, которые мы смогли бы найти по данному ценовому движению. То есть вот происходит обновление локальных минимумов, и уже здесь мы получаем подтверждение того, что сейчас от уровня 1.28 начинается вновь нисходящее движение, которое может дойти до 1.26. То есть вот фактически данный сценарий начинает реализовываться, и мы получаем следующий импульс, следующую цель по движению в области 1.26. То есть вот такие простые методы, которые позволяют оценить рынок, в какой фазе мы находимся и в какой фазе сейчас интересно присоединиться. На мой взгляд, вот данная ситуация будет наиболее интересной для присоединия на продажу, потому что сейчас мы находимся в середине этого диапазона. То есть если входить, к примеру, на покупку, то это было интересно, более интересно 23-го числа, пока мы находились довольно-таки близко к уровню установки стоп-лосс. Ну и даже тогда соотношение риска-прибыль было примерно 1 к 1, чуть выше, чем 1 к 1, но тем не менее нет такой интересной, как по тем парам, которые мы отслеживали ранее. Пара австралийский доллар, американский доллар. Здесь очень похожая ситуация, как и по австралийцу со швейцарским франком. Тенденция идет на укрепление. Ближайшая цель движения в область 77.10. То есть то, что мы также прошлись уже по этой паре. И, собственно, в рамках более долгосрочной тенденции у нас тенденция сохраняется на укрепление. Но, опять же, была коррекция, начиная с 20 июня, и фактически продлилась она до пятницы. То есть вот здесь в рамках часового таймфрейма мы получили подтверждение начала коррекции. Но более важный уровень для нас по нашим целям находится в области 75.20. Локальный минимум, который был, к примеру, 13 июня. На графике вы сможете найти. И пока цена остается выше этого уровня, то основная тенденция для нас остается на укрепление. Тут также можно использовать разные тактики. То есть войти, например, в сделку на покупку, когда получаем сигнал на часовом таймфрейме выйти из этой сделки. Например, кто-то может перевернуться, поработать контртрендово. Ну, здесь последнее движение было практически порядка 20 пунктов можно было взять дополнительно на продажах. А вот когда уже цена в пятницу обновила максимум 22 числа, то есть вот здесь опять вновь появился следующий сигнал на покупку. То есть уже следующая цель, да, на движение сначала 76, дальше уже долгосрочные, среднесрочные цели, которые мы отмечали ранее, движение в область 77.11. И вот таким образом также можно совершать операцию. На текущий момент тенденция остается на укрепление. Собственно, сегодняшним импульсом мы это подтвердили. И ближайший краткосрочный уровень пока остается на минимуме, который был у нас зафиксирован 22 числа. Это был четверг. Собственно, вот пока торгуемся выше данного значения в рамках часового таймфрейма, то тенденция остается на укрепление. Переместить опять же стоп-лосс уже за минимум сегодняшнего дня мы сможем только после его закрытия. Я рекомендую делать именно это после закрытия торгового дня, если вы открываете краткосрочные сделки, к примеру, с целями дохода до 76, то есть вот в рамках краткосрочной тенденции. Дальше. Пара американский доллар, японская иена. На более крупном таймфрейме, если мы с вами посмотрим, то тенденция остается пока в приоритете на снижение. Ближайший долгосрочный уровень, который является наиболее сильным в данной ситуации, находится в области 115.32, максимум, который был в феврале, в марте до этого года зафиксирован. И вот пока мы торгуемся ниже этого значения, тенденция остается на снижение. Поэтому, безусловно, наибольший приоритет, пока мы торгуемся ниже этого уровня, можно отдавать сделку непосредственно на продажу. Ну, а в рамках уже среднесрочного и краткосрочного таймфрейма мы видим, что пара находится в коррекции. То есть сейчас в рамках данного инструмента мы видим продолжение коррекции. Собственно, работать контртрендово также можно, но один из элементов минимизации рисков – это уменьшение объема. То есть если вы в стандартной ситуации при открытии сделки по тренду ставите риск 1%, то работая контртрендово используйте риск полпроцента, или треть, тогда вы сможете и взять какое-то контртрендовое движение, и уже в том случае, если коррекция закончится довольно-таки быстро, то ваш отрицательный результат не будет существенным. В данном случае, потому что, возвращаясь к тому, что было в апреле, то есть здесь пара доллар-иена прошла порядка 500 пунктов. То есть безусловно интересное движение, которое важно взять. А вот после завершения уже этой коррекции следующий импульс был те же самые 500 пунктов. То есть можно работать и по тренду, и контртрендово. Но контртрендовые сделки всегда чуть менее интересны. В данном соотношении. И в рамках часового таймфрейма, собственно, сегодня с утра, точнее вернемся на прошлую неделю, то есть начало нисходящего движения у нас было обусловлено фактически попытками, но пока это еще были попытки пробить минимум 21 числа. Фактически закрепление полноценного часовой свечи мы здесь так и не увидели. И сегодня получили новый импульс на продолжение восходящего движения. То есть если цена закроется выше открытия сегодня, то, собственно, следующая цель по движению это 111.78 будет по данной паре. И ближайший разворотный уровень уже вновь для начала покупок по данной паре находится в области минимумов, которые были в пятницу на прошлой неделе значение 111.13. Вот если мы увидим такой уход, к примеру, завтра или ближайшие несколько торговых сессий, то есть с этих уровней вновь можно рассматривать ситуацию на продажу в сторону, опять же, основного движения в сторону основного импульса. Пара американский доллар, канадский доллар в рамках, опять же, среднесрочного и долгосрочного тенденции. Сейчас мы видим попытки уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в апреле этого года. То есть, опять же, возвращаясь к понятию памяти рынка. То есть, вот цена здесь была фактически два месяца назад. И сейчас она вновь здесь остановилась. То есть, ее что-то держит. И такие уровни будут работать практически всегда. На протяжении, когда будете анализировать инструменты. То есть, на эти уровни важно обращать внимание. И, безусловно, чем больше таймфрейм, тем больше значимость уровня будет присутствовать. Это ближайшая цель. Это уйти ниже минимум 1.32.19. Но сейчас, опять же, в рамках краткосрочной тенденции, мы видим, что пара находится в таком боковом движении в рамках 4-часового таймфрейма, который мы можем отметить. То есть, сейчас цена больше корректируется, чем снижается. И вот выход, опять же, в завершение данной коррекции может подслужить хорошей, интересной точкой для входа в рынок. Но вот вблизи уровней, опять же, такая оговорка, исходя из этой ситуации, покупать, продавать по самым минимальным значениям всегда мне неинтересно, чем делать это с коррекцией. То есть, если цена скорректируется, например, на 250-60 пунктов, и мы увидим, опять же, выход из этой коррекции по направлению вниз, вот эта сделка будет наиболее интересна. Сейчас те сигналы, которые будут появляться, вот, к примеру, на продажу в газе этого уровня, будут, опять же, более рискованно. Поэтому здесь, опять же, лучше применять метод уменьшения рисковой части по входу в сделку, да, тут регулировать объем. Ну и, собственно, краткосрочные уровни и среднесрочные уровни, которые мы видим, на прошлой неделе 22-го числа пара уходит ниже минимальных значений 21-го числа, то есть подтверждает нам настрой движения вниз. Поэтому сейчас в рамках краткосрочных уровней тенденция также остается на снижение. Отмена этого сценария и начало коррекционно-восходящего движения сможет быть только после преодоления отметки 1.3310. То есть вот если пара уходит выше данного уровня, то вновь начинается коррекционно-восходящее движение по данной паре, и вот уже завершение этой тенденции даст возможность присоединиться на продажу, то есть в сторону основного тренда по данному активу. Пара еврофунт. Ну, по паре еврофунт, опять же, волатильность несколько снижается. Последние несколько торговых сессий и основная тенденция в рамках среднесрочного движения была на снижение, то есть на ослабление евро против британского фунта. В рамках уже, если мы смотрим, опять же, дневной таймфрейм, то пара торгуется вблизи отметки максимальной значения, которые были в марте этого года. И вот опять же, этот уровень, цена у него остановилась. Останавливается в диапазоне между максимумом января и максимумом марта. Этот диапазон является ключом. Вот эта вот неспособность пройти дальше мы видим вблизи, опять же, в этих уровнях. То есть рынок об этих уровнях помнит. И, собственно, в рамках уже краткосрочных таймфреймов мы с вами видим, первое, на прошлой неделе, 20-го числа, мы видели уход выше максимальных значений 19-го числа, то есть уход выше понедельника и дошли до среднесрочного уровня в области максимума 14 июня. То есть пока остаемся ниже этого уровня, тенденция среднесрочная остается на снижение. А вот уже подтверждение на следующий импульс нисходящий, пока мы все-таки его еще не получили. То есть мы хоть и видим, что тенденция идет, каждый максимум дойдет ниже, но полноценного подтверждения еще пока здесь нет. То есть вот тот минимум, исходя от последнего данного снижения, который был, свеча, за ним не было пробития, то есть закрепления еще не было. И вот фактически следующий импульс на снижение мы сможем получить только после того, как цена, например, сегодня или завтра закроется ниже данного уровня, то есть пробьет данное ценовое значение и уйдет вниз. Тогда уже следующая цель движения в область 87 будет открыта. Но пока это такое больше боковое движение, которое мы можем по данным паре отследить и увидеть. Поэтому на текущий момент в рамках долгосрочной тенденции по данной паре остается в приоритете укрепление евро по отношению к британскому фунту. В рамках среднесрочной мы пока снижаемся. Но вот как будет происходить следующий импульс, то есть уже о покупках, к примеру, имеет смысл задуматься вновь, только после ухода выше и закрепления выше отметки 88.36, то есть того максимума, который был 21 июня сформирован. Тогда уже может идти речь о покупках. Пока краткосрочно мы все-таки снижаемся. Золото. По золоту, опять же, посмотрим более крупный таймфрейм. Так, к примеру, таймфрейм дневной и затем перейдем к четверочасовому. На дневном таймфрейме основное направление остается на укрепление золота на текущий момент. Ближайший среднесрочный уровень, который мы здесь можем обозначить, это минимум в области 1216 долларов за тройскую унцию. Пока торгуемся выше этого значения в рамках среднесрочной тенденции, то основное направление остается на укрепление. В рамках уже краткосрочных и среднесрочных уровней мы видим то, что на прошлой неделе были попытки завершения данного нисходящего движения, то есть 22 числа мы ушли выше максимальных значений 21 числа, те значения, которые были в среду, а сегодня уже во второй половине торговой сессии фактически уходим ниже минимальных значений, которые были в пятницу. но вот один из ключевых уровней, который по золоту, я считаю, имеет смысл отслеживать для входа, к примеру, на продажу, но для продолжения продаж, это как раз минимум, который был 21 июня, то есть полноценное закрепление за этим уровнем. Сейчас были только попытки, то есть опять же, вот золото несколько прокололо, то есть пробило, но пока еще не смогло закрепиться за этим уровнем. То есть эта ситуация похожа на то, когда рынок дергается сначала в одну сторону, то есть пытается раскачаться, потом дальше тенденция меняется. То есть пока здесь в рамках среднесрочного уровня, среднесрочной тенденции пока остаемся в приоритете именно на покупку. То есть вот такой боковик, опять же здесь вот такое боковое движение по этой паре, которая сформирована, то есть продавать у поддержки довольно-таки страшно. Покупать здесь, так как был такой импульс, тоже не самое интересное. То есть пока мы торгуемся ниже отметки 1258 долларов за тройскую лунцу, пока приоритет продажа. То есть вот на коррекции, например, в область 1255 имеет смысл открыть сделку на продажу со стопом за данные локальные максимумы. Но сейчас, если входить в стоп, он будет довольно-таки большой, хотя само движение остается на покупку. То есть опять же, это будет контртрендовая стратегия. А вот вновь о покупках имеет смысл задуматься только после ухода выше отметки 1258, ну или если в ближайшие несколько торговых сессий сформируются локальные уровни, которые также позволят присоединиться по данному активу, опять же в сторону основного тренда, в сторону основной тенденции. Нефть марки Brent. По нефти сегодня с утра мы видим уход выше максимальных значений, которые были в четверг и в пятницу. Это область 4561. В рамках сегодняшнего дня мы находимся в восходящей коррекции. Более значимый уровень уже для начала, к примеру, покупок более долгосрочных находится на отметке максимальных значений, максимум 21 июня. Значение 46-49. То есть пока мы торгуемся ниже этого уровня, то приоритет пока остается сделком на продажу и, собственно, основная тенденция остается на ослабление. Вот опять же возвращаясь к тому примеру, который говорит, что нужно находить те сделки на продажу по максимальным ценам, на покупку по минимальным. В рамках дневного таймфрейма мы видим, что тенденция идет на снижение. То есть фактически, если мы увидим вот такой импульс, это не значит, что тенденция основная поменяется на восходящую. Пока мы торгуемся ниже максимума, который был в конце мая этого года зафиксирован, то основная тенденция остается на снижение. А вот войти уже как раз в этой точке, то есть когда мы начинаем опять же двигаться в сторону снутра, это является наиболее оптимальным. Если рынок это даст, то данную ситуацию имеет смысл использовать и ее отслеживать. По индексу DAX на прошлой неделе 20-го числа мы видели вновь обновление исторических максимумов по этому инструменту, поэтому вход по индексам, таким как, например, S&P 500, по фондовым индексам по самым максимальным значениям всегда выглядит несколько опасно, на мой взгляд. То есть довольно-таки страшно покупать по самым максимальным значениям. Поэтому вход опять же можно также рассматривать на покупку уже после преодоления локальных максимумов. Собственно, что мы видели и сегодня. Цена уходит выше максимальные значения, которые были в пятницу. Сейчас мы скорректировались, поэтому основное направление в рамках краткосрочных тенденций остается на покупку по данному инструменту и ближайший уровень Stop Loss, который имеет смысл установить при входе опять же на покупку, находится в области минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Значение 12672. Ну и собственно ближайшая цель это движение в область 12918. На текущем имеется отношение риск-прибыль здесь 14000 пунктов, здесь 10000 пунктов. Чуть больше, чем 1 к 1, примерно 1 к 1,5. Не самая интересная сделка, но стоит за ней посмотреть и понаблюдать. будут позиции более интересные или цена скорректируется и даст более интересные точки для входа. Итак, коллеги, в принципе, все вопросы, все основные инструменты, которые я планировал сегодня разобрать, мы с вами разобрали. Если есть какие-то дополнительные вопросы, которые хотелось бы задать, то в оставшиеся несколько минут это можете сделать и я собственно на них постараюсь ответить. А так уже следующие обзоры будут завтра на нашем YouTube-канале. Еще раз прикладываю ссылку для тех, кто не успел на него подписаться, кто еще этого не сделал. И напомню, что завтра будет вебинар моего коллеги Фредерико, который расскажет во-первых о фундаментальных предпосылках, которые мы видим на рынке, а в четверг у него будет большой вебинар, на котором он детально разберет, как торговать энергоресурсами, то есть нефть, бренд, VTI и газ. Поэтому, кто хочет включить данные инструменты в свой портфель, рекомендую присутствовать на данном вебинаре. Хорошо, коллеги, если пока вопросов нет, я напоминаю, что моя почта как всегда остается актуальной, роман.исаков, собака.admiralmarket.com и продублирую ее сейчас в чат. Поэтому, если у вас, я призываю присылать ваши вопросы мне на почту, если вам интересна какая-то торговая стратегия, какой-то подход, вам была непонятна ситуация по входу в рынок, когда вы открыли терминал, стали смотреть, его анализировать. сделайте скриншот, присылайте ваши размышления и мы уже в рамках следующего вебинара обязательно его разберем и посмотрим, как можно было дополнить ваш анализ, что, возможно, вы не учли. И обязательно это сможем сделать. Хорошо, коллеги, тогда будем прощаться, всем желаю продуктивной рабочей недели и увидимся уже в следующий понедельник, также в 19.30 на том же месте, в то же время. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok